Небольшой мороз и яркое солнце – такая погода идеальна для соревнований по биатлону, говорят участники первенства при Волжии, которое проходит в эти дни в Саранске. Но погодные условия в столице Мордовии пока не балуют спортсменов. И сегодня пришлось бороться не только друг с другом, но и с разбитой трассой, которую не удалось как следует укатать в связи со снегопадом и последующим резким потеплением. Первенство ПФО проходит в двух возрастных категориях, и биатлонисты в зависимости от возраста решают разные задачи. Старшие юноши 18-19 лет борются за путевки на финал первенства России по биатлону, а стреляющие лыжники 16-17 лет – за право попадания на финал десятой зимней спартакиады учащихся. Первой дисциплиной для тех и других стала индивидуальная гонка. Младшие юноши преодолевали 10 километров заездом на четыре огневых рубежа. За каждый промах ко времени спортсменов прибавляется одна минута. Поэтому на стрельбище от них требовалось максимум сосредоточенности. В честь 13-го региона защищают девять спортсменов. Для всех них гонка сложилась по-разному. Ярослав Конкин, например, начал соревнования неплохо. Но показать максимум своих возможностей помешала простуда. «Сейчас гонка тяжёлая для меня. Но, казалось, приболел на днях горло. Сегодня ещё тоже болело. Но ещё снег сегодня ещё с утра шёл. Поэтому не смогли хорошо трассу катать. Тяжеловато было». А вот заочная дуэль на трассе двух других воспитанников с шор по зимним видам спорта привлекла особое внимание и заставила надеяться на близость медалей. Илья Перегудин и Михаил Филимонов стартовали в нескольких минутах друг от друга. Прошли гонку, сменяя друг друга в роли промежуточных лидеров, но встретились только после финиша, где Михаил Филимонов на 16 секунд превзошёл товарищей по команде, хотя и допустил на один промах больше, сделав четыре ошибки против трёх у Ильи Перегудина. Никто из стартовавших позже биатлонистов не смог опередить хозяев трассы. В итоге у Михаила Золото первенства ПФО, у Ильи серебро. Бронза досталась ульяновскому спортсмену Дмитрию Серину. Вогодные слои мешали, снег, трасса разбитая была вся. А ветер сильный на стрельбище? Нет, ветер, не был ветер. Ну и в целом, о своей гонке расскажи, то есть как ты прошёл, доволен? Нет, мог бы уменьшиться? Да, доволен гонкой. Первые два круга я не выкладывал всю осю, надеялся на стрельбу. Ну так получилось, первые два рубежа я прошёл по одному, потом решил прибавить. После чего допустил ошибку на третьем рубеже. У меня получилось два маха. Первыми двумя промазал, потом собрался. А на четвертый рубеж я для тебя поставил цель пройти в банк, то есть отработать всё полностью. И риск оказался оправданным, сработал ноль. Последний круг, он дался очень тяжёлый, потому что трасса сейчас разбитая и местами вообще каша, где проваливаются почти все ботинки. А так, в целом, можно сказать, что гонка прошла успешно. Хотя погода была не очень, и трасса тоже не очень была подготовлена. Впереди у юноши ещё спринтерские гонки. Потом будут подведены итоги, и четыре лучшие команды регионов Приволжского федерального округа получат право выступить на финале спартакиада учащихся России. Эти соревнования пройдут в начале марта в Красноярске. А юноша 2001-2002 года рождения борется за путёвки на первенство России. Хорошую заявку на участие в домашнем чемпионате сделал наш Илья Курмаков, который завоевал в сегодняшней индивидуальной гонке серебряную медаль.